Дорога в Коломну интересна тем, что она идет вдоль Москвы-реки. Москва-река начинается выше по течению своему, в 150 километрах от Москвы, на границе Московской области. А вторая часть ее течения, ниже Москвы, находится на несколько меньшем расстоянии и заканчивается впадением в реку Ака. И вот именно там и находится Коломна. Много общего можно подметить между Москвой и Коломной, уже по самим названиям. В Москве по течению Москвы-реки находится село Коломенское. Ну и оттуда, конечно, вниз по течению можно было издавна направляться в Коломну. Коломна по возрасту примерно такой же город, как и Москва. Рядом с центром Москвы, в Замоскворечье, есть название Галутвинские переулки. А в Коломне мы обнаружим Старогалутвин монастырь. Само это название интересно тем, что оно может быть очень древним. По одному из предположений оно связано с этническим названием Гуляды. Гуляды, древние такие, независимые от соседних княжеств до XIII века, жители. Их укрепление, если располагалось на высоком месте при впадении Москвы-реки в Аку, то могло успешно контролировать всякие перевозки, облагать данью торговцев. Их соседи считали разбойниками. Москва-река, мы видим, занимает практически всю Московскую область, потому что уже за Акой сравнительно недалеко находятся соседние области. Тульская, а дальше от Коломны непосредственно будет Рязанская область, Калужская область, она тоже недалеко от берегов Аки к югу, вот Аки. И мы можем увидеть в Коломне такое же название, как в центре Москвы. Арбатец, одна из улиц, вот почему-то названа так, интересно это все доследовать, объяснить, об этом сообщать в образовательных курсах. Но вряд ли это в наше время происходит. Еще в Коломне мы можем видеть до сих пор сохранение древнего типа поселений, которое на примере Москвы уже и в голову не придет никому. Кремль – центр города, и вдруг он застроен просто жилыми домами. Но Кремль так и рождался при превращении сельского поселения в укрепление, в городское поселение. Там жили люди, когда людей становилось больше. Внешне Кремль возникал, Китай – город в Москве, посады росли дальше, они укреплялись, белый город, земляной город. И когда Москва перестала быть столицей при Петре Первом, темп просто уменьшился, и поэтому жилые дома, ну, богатых людей оставались, бояр, в Кремле долго-долго-долго, еще в XVIII веке, а в Коломне до сих пор. Вот по причинам того, что это маленький город, мы можем заметить это явление. Успенский собор в Москве, центральный самопочитаемый, в Коломенском Кремле тоже Успенский собор почитаемый. Так что уже вот одно это делает очень интересным поездку вниз по течению Москвы-реки от города Москва, и, возможно, вспомнить, что вверх по течению Москвы-реки есть такие интересные города, как Можайск, тоже столь же древний, как Москва, стоит на Москве-реке, как город Звенигород, столь же древний, как Москва, тоже он стоит на Москве-реке, где она еще узкая, очень живописная. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok